ГОЛОВА ТРИДЦАТЬТРЕТЬЯ Волосы мои промокли и прилипли к голове ко времени, когда я достал из багажника жучка все необходимое для ритуала. Я напихал все это в спортивную сумку и вышел на середину двора. Стемнело еще не настолько, чтобы я ничего не видел. Пока. Но я не мог позволить себе ошибок, поэтому достал из сумки последнюю светящуюся трубку из тех, которыми снабдил меня Кинкейт перед прошлогодним нападением на Маврино логово. Я согнул ее, встряхнул, и она осветила маленький клочок земли вокруг меня, зеленовато-желтым светом. Дождь еще сильнее уменьшил освещенное поле, усилив ощущение того, что весь мир ограничен стеной дождя и маленьким кружком травы. Я начал с круга, который собирался заключить Эрлкинга. Моток колючей проволоки до сих пор поблескивал заводской смазкой. Я отмотал ее достаточно, чтобы несколько раз больно на крови уколоть пальцы и устроить круг диаметром футов семь. В техническом смысле этого слова это не была холодная сталь, но в том смысле, который вкладывали в это понятие Ферри, могло и сойти. По крайней мере, железа в этом мотке хватало в изобилии, а в мире Ферри железо страшнее яда. Я разложил проволоку, обошел круг по дороге, подправляя его и пришпиливая к земле маленькими подковообразными металлическими скобками размером с мой мизинец. Я проверил и перепроверил каждую скобку, потом откусил прикрепленную к земле проволоку от мотка и связал ее концы проволочки, потоньше затянув ее пассатижами. Потом начертил внутри круга пятиконечную звезду и разместил в ее вершинах несколько предметов, имеющих отношение к личности Эрлкинга. Тяжелошейник размером на крупную, гончую, тащильный брусок, маленький охотничий нож, ремень с кресалом и несколько стальных наконечников стрел. Потом я выложил рядом с атрибутами Эрлкинга, но вне круга, свои собственные атрибуты. Потрепанный экземпляр Хоббита, расщепленный обломок моего последнего жезла, мой револьвер 44-го калибра, парковочную квитанцию, которую я еще не оплатил, и, наконец, серебряный амулет-пентаграмму моей матери. Окончив с этим, я отступил на шаг и еще раз обошел все кругом, проверяя, все ли лежит как надо, и проверяя, надежно ли прикреплен проволочный круг к земле и не попало ли внутрь чего-нибудь лишнего. К краям сознания я понимал, что солнце садится. Впрочем, откуда именно это стало мне известно, я не знаю. Темнота стояла уже такое, какой обычной ночью-то не бывает. Солнца я сквозь плотно обложившие небо дождевые облака, разумеется, видеть не мог. Впрочем, это ничего не меняло. Я буквально чувствовал, как скользит вниз по небосводу солнце, ощущал его тепло, хотя делал это наверняка не органами физических чувств, а чем-то другим. Я ощущал, как тепло это слабеет, а противостоящие ему магические энергии напротив усиливаются. Энергия ночи отличалась от дневной. Не то чтобы она казалась изначально враждебной, скорее просто дикой, опасной, непредсказуемой. Ночь — время завершения. А эта ночь — самхейн, канун всех святых, Хэллоуин в особенности. В эту ночь силы мира духов, дикие твари, что охотятся в небывальщине, неся смерть и разложение, вольны перемещаться туда и обратно по своему хотениям. Души усопших ворочаются в своих могилах или шатаются по нашему миру, в основном невидимые глазу смертного. Дикие звери боятся приближения этой ночи, да и их городские родичи тоже съеживаются, ощущая витающую в воздухе угрозу. Собаки со всего квартала дружно воют, словно стараясь перекричать друг друга. До наступления ночи оставались считанные мгновения, и я, стянув слева руки кожаную перчатку, опустился на колени у круга из колючей проволоки. Потом я наклонился и, прижав изуродованно ожогом, за исключением знака Лоскеэли, левую ладонь к ближайшему шипу проволоки осторожно надавил. Я даже не почувствовал укола, но символы на ладони вдруг сделалось горячо, и моя кровь, черная в зеленом химическом свете, капнула на проволоку, передавая сооруженному мною кругу мою волю, мою энергию. Что ж, вот она, выстроенная мною тюрьма, расставленная западня. Жаль, конечно, что у меня не было времени для того, чтобы подобрать атрибуты более тщательно. Будь у меня в распоряжении несколько месяцев, я наверняка поработал бы над этим с Бобом. Возможно, я использовал бы тогда более редкие и дорогие материалы. У шестакого круга даже такое существо, как Эрлкинг, не смогло бы убежать без труда. Однако времени у меня не было, так что если я хотел, чтобы мой построенный на скорую руку Алькатрас исполнил свою функцию, я не мог не вложить в это всю свою волю, все свои силы. Поэтому я запер свои сомнения и страхи в чулан, в дальнем углу моего сознания. Я стоял на коленях под дождем, продолжая сжимать посох правой рукой и медленно глубоко дыша. Я представлял себе, как с каждым новым вдохом прибавляется во мне сил, как каждый выдох уносит прочь слабость и то, что может отвлечь меня. Я чувствовал, как завихряется вокруг меня магия, как она проникает в меня, сгущаясь и сосредотачиваясь. Я подогревал этот процесс, наращивая ее концентрацию до тех пор, пока трава вокруг меня не заискрилась золотистыми огоньками, а волосы на загривке не стали дыбом. Я сделал последний глубокий выдох, и наступила ночь. Я открыл рот и начал выкликать строфы заклинания. Мой голос звучал под дождем на ветру глухо, но уверенно. Я добавлял слова Талику своей воли до тех пор, пока воздух у моих губ не завибрировал от скрытой в них силы. Стоя на маленьком островке света, в окружении кромешной тьмы, я тянулся в мир духов, чтобы призвать из него одно из самых смертоносных созданий Фейрия. И Эрлкинг отозвался. Только что круг был пуст, а потом блеснула вспышка, грянул гром, и на траве внутри круга возникла бестелесная тень. Тень высокой стоящей фигуры. Вот только самой этой фигуры, отбрасывающей тень, я не увидел. Я с трудом удержался от того, чтобы прервать заклинания, от ошибки, которая освободила бы Эрлкинга, дав ему возможность в лучшем случае просто вырваться в наш мир, а в худшем — убить меня на месте. Однако я вовремя спохватился и продолжил заклинания до самого конца. К этому времени голос мой гремел в звончей трубы, и на последнем слове снова темноту разорвала молния, ослепительная, бело-зеленая молния. Она ударила в круг и разлетелась по проволочному кольцу с шипящим потоком пара электричества и магии. На мгновение над кругом вспыхнул цилиндр зеленого света, а потом все погасло. Только теперь тень внутри круга была уже не одна. Роста в Эрлкинге оказалось никак не меньше восьми футов. В остальных отношениях он более-менее напоминал человека, вплотно облегающий кожаной одежде и кольчуги из какого-то темного, точнее матово-черного материала. Лицо его закрывалось похожим на перевернутое ведро шлемом, из которого росли исполинские ветвистые оленья рога. В прорези шлема виднелись два пятна янтарного огня, и когда взгляд этих жутких глаз уперся в меня, дикий первобытный голод их обладателя словно обжег мне кожу. Я буквально слышал снедавшую Эрлкинга жажду безумной ночи охоты крови. Снова блеснула молния, и дождь припустил сильнее, а он медленно поднял руки, словно отстраняясь от меня и подтягиваясь навстречу буйству стихии. «Пора, смертный, освободи меня!» Эти слова вдруг отпечатались у меня в мозгу, минуя слух. Алые, сияющие, обжигающие. На этот раз я дернулся с такой силой воли Эрлкинга, острием метко пущенного копья, вонзилась в мои мысли. Я постарался не думать об этом, засевшем в мозгу копье, и произнес ответ. «Я не освобождаю тебя!» Светящиеся глаза под шлемом метнулись обратно ко мне, разгоревшись ярче. «Я не зверь, которого можно заманить и запереть, смертный! Освободи меня, и поохотимся вместе!» На этот раз вместе со словами в мозгу отпечатались и образы. Порывы ветра и дождя в лицо, ненасытный голод в желудке, Мощь моего тела и скакуна подо мной, восхитительное возбуждение погони за убегающей, как ей положено добычей, Погони, требующей предельного напряжения моих сил воли выносливости. К моему удивлению, я не ощутил в его мыслях ни ненависти, ни горькой мстительности, Только дикое свирепое веселье, адреналиновый шторм возбуждения, страсти, дикой гармонии, когтей и зубов. Я с трудом удержал под контролем собственные мысли, стиснул зубы и напомнил себе, Что я не преследую дичь по древним лесам, а стою на коленях на мокрой траве во дворе у Мёрфи. Может, Эрлкинг и не воплощение вселенского зла, но из-за этого не следовало, что выпускать его на волю не опасно. «Нет», — прорычал я, — «я не освобождаю тебя!» Его огненные янтарные глаза сощурились, и он присел, словно готовясь к прыжку. Колени присогнуты, кончики пальцев легко касаются травы у самой проволоки. Теперь глаза его находились на расстоянии каких-то трёх футов от моих, и он смотрел на меня в умолчании, которое почти сразу же сделалось невыносимым мучительным. «Ты — это он», — промыслил мне Эрлкинг, — «тот, который бросал вызов зимней королеве, тот, который убил летнюю леди». И с этими его мыслями я снова увидел стоявшую надо мной Мэп. Я лежал оглушённый рядом с трупом летней леди, а Мэп протягивала мне руку. Я ощутил кровь Авроры, высыхавшую на моей коже, ощущал её резкий сладкий вкус на языке. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не сплюнуть. Так силён был этот фантомный вкус у меня во рту. «Я — это он», — подтвердил я. «Мы не враги», — пришла ко мне его мысль. И ему это самому казалось странным, даже озадачило. Помимо его мыслей до меня долетали всплески его эмоций. «Ты часть охоты, хищник. Зачем ты звал меня, если не для того, чтобы охотиться со мной?» «Чтобы не позволить другим освободить тебя сегодня ночью». Эрлкинг склонил голову на бок. На этот раз он не послал мне мысли, но я достаточно ясно понял его жест. «Зачем?» «Затем, что твоё присутствие будет означать тогда страдание и смерть для людей, которых я защищаю». «Человек страдает. Человек умирает. Так устроено». «Только не сегодня», — прорычал я. «Охотник», — промыслил Эрлкинг, — «ты недостаточно силён, чтобы удержать меня. Освободи меня, пока я не обратил охоту на тебя». И вдруг я ощутил ту же охоту с другой стороны. Я ощутил, как буквально вводят мои ноги от сводящего их ужаса. Я ощутил огонь задыхающихся лёгких. Ощутил своё тело несущееся с изяществом и мощью, которые придаёт ему только настигающая смерть. Я нёсся, не разбирая дороги, ломясь сквозь заросли, как олень, и всё это время понимал, что спасения нет. «В третий раз и последний раз говорю», — рявкнул я, едва не сорвавшись на виск, — «я не освобождаю тебя». И Эрлкинг поднялся, а ночь прорезал неземной вопль. Эхом ему отозвался собачий вой со всех сторон. Вой крепчал, становился громче и громче, а гроза полосовала ночь порывами ветра и вспышками молний. Звук оглушал, вспышки слепили глаза, и вся чёртова земля начала трястись, когда Эрлкинг обрушился на мой круг своей волей. Я не сдавался, стоя лицом к лицу с Эрлкингом, укрепляя круг своей воли, не давая ему вырваться, несмотря на все его усилия. Жуткая это была борьба и почти безнадёжная. Я ощущал себя человеком, толкающим в гору заглухший автомобиль. Не только сам груз казался мне неподъёмным, но стоило бы мне податься назад хотя бы на дюйм, как он набрал бы инерцию и сокрушил бы меня. И я бился за этот чёртов дюйм, отказываясь уступить его. Эрлкинг не был злобным существом, но, как порождение природы, энергии и насилия, он не терпел ограничений. Он снова завизжал и рёв ветра, грохот дождя и звериный вой сделались ещё громче. Он снова ударил выстроенный моей волей барьер, и я снова удержал его. Разъярённый Эрлкинг, словно обезумевший зверь, тряхнул головой, и рога на шлеме, ударив в невидимую стену, высекли сноп зелёных искр. Он потянулся рукой к поясу и выхватил из ножен чёрный меч. Зелёная молния, сорвавшись с низко нависавших туч, ударила в конец поднятого вверх клинка. Дождавшись этого, он взялся за рукоять обеими руками и, замахнувшись, ударил им по барьеру. Мне почти не запомнилось, на что был похож третий удар. Он отложился у меня в памяти примерно так же, как момент, когда я сжёг себе левую руку. Слишком много оказалось света, энергии, боли, страха. Глаза почти ослепли от белой вспышки, и мне пришлось упереться посохом в землю, чтобы не упасть. А потом зрение начало проясняться, шквал начал стихать, а внутри круга, почти обезумев от досады и ярости, стоял Эрлкинг. Мощь его слабела, а выстроенный мною круг давал мне достаточно возможности удерживать его. Мне показалось, до меня доносятся сквозь дождь и ветер и гром и стук собственного моего сердца чей-то слабый крик. Я начал поворачиваться в поисках его источника, и тут кто-то огрел меня по затылку. Это я запомнил, потому что такое со мной уже случалось. Вспышку света в глазах, боль, тошнотворную потерю ориентации при падении и ощущение бесполезности разом отказавшихся подчиняться членов. Я упал на бок, успев еще удивиться тому, как странно повернулся весь мир. Трава под щекой вдруг показалась ужасно холодной и мокрой. Торжествующий взвуев Эрлкинг разбил остатки моего круга. Они вспыхнули облачком золотого света, который почти сразу же померк. Взревел ветер, и огромный черный жеребец, словно перемахнув через крышу Мёрфиного дома, приземлился на лужайку рядом с ним. Эрлкинг взлетел ему на спину и издал дикий вопль. Его звуки и собачий вой, первобытный, свирепый, казалось, соткались в молнии, ударившую снизу вверх с земли к тучам. На мгновение воцарилась тишина, а потом виск ветра превратился в вой, какого не смогла бы издать ни одна собака. Из теней вынырнула огромная гончая, зверь ростом с хорошего пони, темная шерсть, ослепительно белые зубы и горящие янтарные глаза самого Эрлкинга. Все новые гончие возникали из теней, сбиваясь восторженной, кровожадной сворой вокруг коня Эрлкинга. Эрлкинг развернул жеребца, поднял меч, издевательски слетуя мне, и выкрикнул команду коню из воре гончих. Черный жеребец взвился в воздух, замолотил копытами, словно по склону холма, и продолжал подъем. Гончие прыгнули, и следом за своим хозяином устремились в зубы грозе. Вспышка молнии на мгновение ослепила меня, когда глаза мои снова обрели способность видеть, они уже исчезли. Дикая охота вырвалась на волю в Чикаго, и ведь это я призвал их сюда. Я изо всех сил пытался пошевелиться, и, наконец, мне это удалось. Я не настолько доверял своему вестибулярному аппарату, чтобы попробовать встать, но сумел-таки перевернуться на спину. Холодные капли захлестали мне в лицо. — Впечатляющее зрелище, Дрезден! — произнес Коул, приставив к кончику моего носа мой же собственный револьвер. — Всегда жаль, когда кто-то, обладающий таким талантом, умирает в столь юном возрасте.